Провокаторами назвали задержанных в день выборов демонстрантов в Министерстве внутренних дел. Сегодня силовое ведомство разместило на информационных сайтах собственное видео, где участники митингов якобы вынуждают полицию к их задержанию. А с утра в кулуарах правительства первый вице-министр внутренних дел вновь подчеркнул. Деструктивные силы вышли на заранее анонсированные митинги по призыву беглого руководителя, запрещенной в Казахстане организации. Как они это выясняли? Каждому подходили, спрашивали, ты издалека или как? Мы изымали прямо вот тех, кто применял в отношении сил правопорядка какие-то физические действия. Били по щитам, бросали бутылки, кидали камни. Про провокации со стороны демонстрантов говорил накануне и избранный в день этих митингов президент Касамжимар Токаев. На своей первой пресс-конференции в новом статусе он заявил, участники митингов незаконными действиями ставили под угрозу спокойствие и безопасность других, мирных граждан. Про риск для жизни самих демонстрантов президент ничего не сказал, но выразил беспокойность тем, что пострадали силы полиции. Некоторые граждане вели себя недостойно, провоцировали сотрудников полиции. Естественно, со стороны полиции были предприняты необходимые меры. Возможностью хотел бы выразить благодарность сотрудникам полиции, которые профессионально и достойно несли свою службу. Трое полицейских попали в госпитали, в больницы, получив ранения со стороны демонстрантов. Накануне же, двумя часами раньше, до пресс-конференции главы государства, свою оценку действиям полиции и участников акции дали наблюдатели миссии БДИПЧ ОБСЕ. Разгон мирных демонстрантов и их массовое задержание полиции – это ограничение конституционных прав граждан на свободу выражения, заявила глава миссии. Мы всё ещё получаем информацию о новых арестах, а также о быстрых судах, которые прошли в центрах для задержанных. Такая информация приходит постоянно. Но до этого, до дня выборов, было много задокументировано случаев арестов, наложения штрафов на активистов и протестующих. Обеспокоенность вызывает ограничение свободы собрания и политического выражения до и во время кампании, когда мирных граждан штрафуют и арестовывают. Это противоречит обязательствам Казахстана по утверждению демократических принципов, принятых более двух десятилетий назад. Факты массовых задержаний мирных протестующих западные наблюдатели отразили в предварительном отчёте по итогам выборов. Президент Казахстана в своей пресс-конференции прокомментировал замечания наблюдателей. Касамжумар Токаев заявил, что такая оценка выборам была для него ожидаемой и просил не фокусироваться на них. Напомнил, в бытность вице-президентом парламентской ассамблеи ОБСЕ он дважды наблюдал за выборами и знает всю кухню, как составляются такие доклады и насколько предвзятыми бывают они. Адильхан Шайков, Тимур Айтмухамбед, Азатэк ТВ.